господи все еще в начале семена добрый день Валерий Константинович хочу купить семена посоветуйте какие мне подойдут для моей местности у меня садовый сердце небольшой знаете как под копирку пишет но в нашем товариществе много места где можно насадить плодовых деревьев хочу вишнюю абрикос грушу яблони слива разных санток я смотрю ваше видео начинаю понимать как изуродовало деревья обрезкой пожалуйста еще один человек а миллион человек вот сейчас весна придет вот и большинство деревьев будет искалечено и уничтожено собственными руками и всех с любовью это будет делать он не понимает что когда он берет и режет это то же самое что обрезать себе пальцы в питомниках и стратила много денег все абрикосы погибляла как хотели нет уж подруга сами и вишня погибла про вишня отдельно будет разговор у нас это ужас какой-то как их ненавидят все лишь неправильно все найдены на всей планете прошу вас посоветовать и какие сорта подойдут заранее спасибо вот когда я устал когда я уже это сам был в отчаянии я снял вот этот фильм вот эти вот пожалуйста возьмите вот будущий сад пешком края я все что мог рассказал 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 так я вас очень прошу вот я уже не могу а многие говорят его нет я не буду смотреть вы проскорить и по телефону вы побыстрого минут за 20 а после 10 звонка я начинаю искать эту сумму поэтому я правда искать вот я вам послал недалеко нет я вас послал вот этот самый мой ролик дальше самая но я решил как ну пусть я хоть немножечко вам все-таки помогу все брикос погибли погибла вот обрезка уничтожила хочется тут смотрите вот это мой персик засекло в теплице на теплице особо те теплице они подходят потому что они снят в этих самых форточек я имею ввиду не все они подходят стандартно я не знаю до сих пор почему и делают без фармокер и сейчас не понимаю и получается когда них а у меня 16 вот они персики единственное что действительно требует заботы сейчас где-то вот вот эти баскирии я показывал мой персик да хасанский и вот он большое взрослое дерево и я вам напомню помните как человек мне написал возмущались родственники восьмое это молодое сельцевое дерево ему по моему было лет пять да оно росло на свежем воздухе то есть на улице и вот он на какой-то пятый год он говорит я заношу восьмое ведро с персиками причем они крупнее моих были даже вот на фотографии там дерево все персиков я заношу восьмое ведро родственники ругаются все достался этим урожаем все представляете какая картина как переведешь писали 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 не знаю что с ними делать но их там и сушили фотографии комнате но пришел дать и зима 22 23 а он на улице без укрытия и момента 4 высотой прекрасно роскошный неискалечен а башкирии было 40 и что теперь поэтому будем говорить так человек пишет какому-то живет а тульской области ну пожалуйста все что у меня есть если начинаете с косичек садите ничего не замерзнет кроме может быть персика ну тогда хотите есть персики пожалуйста больше половину за стеклом хотя бы понятие так хотя бы половину за стекло проветривание еще порядке вот я хотя бы один советовал остальное сами варисеть и сами санкцируйте что-то придет уже все равно виде что-то нет а то творится вашими руками вам не придется проклинать эти дебильные санкцируйте с рынка так эта фотография тоже она знаковая и так было переработано несколько вёдер все это было выковырено отмыто и и все что всплыло вот она какого-то сервис ягодится вот и все это моя наша добросовестность вот это значит что никакой халтура к вам не идет нож значит меня был вопрос просто я хочу знать с какой стороны затачивать нож и был вопрос от левшей вот для левшей продаются ножи и сейчас не знаю вот пускай вряд ли поэтому скорее всего перетачивать придется обычный нож и так где находится кромка за . ножа с одной стороны так и вот она это как я помню в каком-то кино вот такое немножко кино спахивал на кинокомедию там деревни городские кто-то их спрашивается так с издевкой кто-то из себя строит знатока говорит ну-ка а с какой стороны корову даете вы знаете парень растерялся они стоят возле коровы а попробуй ответить с какой стороны я да и сейчас не знаю какой честно позже как он ответил вот это я запомнил если со стороны рогов то с одной стороны а если со стороны хвоста то с другой стороны вот у того кто спрашивал от висла челюсть и он по-моему так и не понял на вопрос ответ получил и вот смотрите если нож если нож почти такой же только этот виде беспитать без пяточки это чисто нож привычный а вот такие которые имеют пятачок вот этот самый пятку а значит это значит для кудровки вот это вот верхняя часть тут чаще всего подсовывает даже двухсторонний за . так вот что мы видим значит вот своей стороны вот эта каемочка и вот она каем по-другому ответить не могу а то с какой стороны корову дует и в какой стороны заточек со стороны рукоятки получается с одной стороны со стороны кончика другой стороны ну зато кто видит тот уже знает вот она коробка теперь к нерасе